Здравствуйте, друзья! Основной темой седьмого урока будет автоматизация создания резервных копий с сохранением на облачный диск в углу. Также мы затронем тему рекордера. Это компонент, который отвечает за сохранение данных в базе. Ну и в качестве разминки для мозга мы рассмотрим пару интересных примеров создания шаблонных сенсоров. Традиционно начинаем с того же самого места, на котором завершился наш прошлый урок. Смотрим обновление. Текстовый редактор конфигуратора обновился до версии 4.7 и теперь называется File Editor. Обновился и аддон для стика zigbee2mqtt. Тут внешне ничего не поменялось. И обновляемся на актуальную на момент съемки версию Home Assistant 106.2. Теперь займемся рекордером. Напомню, этот компонент мы прописали вместе с установкой базы MariaDB. У нас было тут всего лишь два параметра. Пуль к базе данных и количество дней для хранения. Первым делом убираем количество дней, чуть позже станет понятно зачем. Теперь давайте явно укажем, что хранить в нашей базе. В противном случае она будет хранить все. Для этого открываем секцию include. Включено. Параметр домен позволит не перечислять все устройства, а добавить их сразу целым классом. Например, сразу все свечи или сразу все светильники. То есть устройства, в техническом имени которых первое слово до точки свеч или лай. Точно так же это работает, например, для сенсоров. Кроме этого, можно сохранять и отдельные сущности, чтобы не захламлять базу неложными данными. Для этого создаем раздел сущности и перечислим все, по которым необходимо отслеживать исторические данные. Чтобы было легче, можно использовать комментарии, они начинаются с символа решетки. На видео не показано, но не стоит забывать и сенсор объема базы данных. Существуют возможности и исключений. Их перечисляем в разделе exclude. Эта секция может быть указана и без секции include, когда нужно хранить все данные за исключением перечисленных. Например, не будем хранить историю по сущностям светильников-шлюзов. С учетом секции include, в базу будут носиться данные по всем светильникам, за исключением явно указанных в этой секции. Проверяем конфигурацию, если нет ошибок, перезагружаем инстанс для применения настроек. Теперь ответ на вопрос, куда делся раздел, сколько дней хранить. Сжатие базы я предлагаю сделать принудительно в установленное время. Для этого в нашей папке автоматизаций создаем новый файл, назовем его system.yaml и создаем новую автоматизацию. ID присвоим в сжатие базы. Далее алиас, техническое имя автоматизации, английскими буквами с нижными подчеркиваниями вместо пробелов. Далее строка, которая активирует автоматизацию по умолчанию. Условия срабатывания, время, час ночи. И далее сервис сжатия базы, то что мы убрали из конфига. Указываем количество дней, за которое хранить данные. А также указываем опцию перезаписи базы для освобождения места на диске одноплатника. Автоматизацию можно перегрузить из меню конфигуратора, пардон, файл-эдитера. Теперь база будет принудительно сжиматься каждый день, час ночи. На графике объема это будет видно в виде провала. Теперь давайте перейдем к основной теме урока, резервированию. Идем в раздел аддонов Hasio, пардон, супервайзера. Добавляем новый репозиторий, ссылка в текстовом файле урока. Ищем его. Тут у нас только один аддон, Hasio Google Drive Backup. Ставим его и переходим к конфигу. Здесь указываем, сколько бэкапов хранить локально, в примере 3 бэкапа. Далее количество снимков системы на Google диске, в примере 5. И количество дней между снимками. Я ставлю один, то есть ежедневно. Включаем опцию показывать иконку в панели, она появится в виде облачка. И стартуем аддон. После запуска переходим в веб-интерфейс. Если сразу не получилось, надо немножко подождать, пока он полностью запустится. Теперь нужно пройти разовую процедуру аутентификации на облачном хранилище. Нажимаем на кнопку и выбираем свой Google аккаунт, на котором будем хранить резервные копии. Я для этих целей завел отдельный. Логинимся. Подтверждаем разрешение доступа к Google аккаунту для приложения. После этого нас перенаправляет обратно на страницу аддона. Так как у меня на диске уже была папка с бэкапами, плагин обнаружил ее и предложил использовать. А при новой установке он создат папку по умолчанию сам. Можно указать папку для сохранения бэкапа вручную. А если вы планируете использовать несколько серверов Home Assistant, это нужно сделать обязательно. В разделе Setting прокручиваем до опции указать папку вручную. После того, как нажмем на кнопку ручного выбора, нас перенаправит снова на Google диск. Здесь выбираем папку, если ее нет, то нужно ее создать, в которой будут храниться бэкапы конкретно этого инстанца. Подтверждаем свой выбор кнопкой Select внизу. После этого нас возвращает обратно на страницу плагина. Тут показывается информация о количестве снимков сохраненных локально, на Google диске, когда был сделан последний снимок и сколько времени до следующего. Снова идем в меню настроек. Тут мы видим то, что мы уже настроили при установке плагина. Осталось указать время, когда делать снимок. С учетом того, что наша база сжимается в час ночи, помним только, что сделано автоматизацию. Бэкап будем делать в 2 часа ночи с уже упакованной базой. В меню возле каждого снимка можно выбрать действия с ним. Удалить, загрузить, восстановить или запретить автоматическое удаление. Аддон будет сам удалять все лишние снимки сверх того, что мы указали в настройках. А теперь в качестве разминки давайте рассмотрим один полезный кейс создания шаблонных сенсоров. В одном из первых уроков этой серии мы с вами создали набор сенсоров на платформе System Monitor, в числе которых был сенсор Last Book. Это дата и время последней загрузки системы. Не Home Assistant, а именно основной операционной системы, по сути самого одноплатника. Однако вывод у него не самый удобный. Хотелось бы видеть его в более читаемом виде. Кроме этого не в формате даты, а в формате сколько времени прошло с даты последней загрузки. Для этого мы будем использовать сенсор шаблона. Несмотря на устрашающий вид, он довольно прост по сути, давайте разбираться. Платформа, уже знакомая нам темплейт. Далее открываем раздел сенсоры и указываем техническое и пользовательское имя нашего сенсора. Привязываем изменение значения к системному сенсору времени. Он меняется раз в минуту. Этого вполне достаточно. Более частое изменение будет зря грузить в систему. Значение этого сенсора будет вычисляться по шаблону, который мы сейчас разберем. В первой строке создаем переменную. Назовем ее Uptime. Она будет вычислять разницу между текущим временем Now, которая при помощи функции TimeStamp определяется как количество секунд с полуночи 1 января 1970 года. Такой Unix формат. А также отформатированного времени запуска сервера. Параметр int означает формат числа. Посмотрим на результат в редакторе шаблона. Значение нашей перемены около 4 миллионов секунд. Столько прошло с момента последней загрузки сервера. Теперь давайте переведем эти секунды в более удобный вид. Сначала сделаем минуты. Минут не может быть больше 60, так как больше 60 это уже час. Знак процента в формуле означает операцию вычисления остатка отделения на 3600. 3600 это количество секунд в часе. Остаток это количество секунд меньше 3600, то есть часа. Их делим на 60 получаем в минуты, в примере 45. Для вычисления количества часов, которых не может быть более 24, из общего количества времени отбрасываем все сутки, которых по 86400 секунд. Остаток же делим на 3600, получая количество часов на примере 21. И, наконец, количество суток. Его мы получаем уже простым делением всех секунд на 86400, в примере 45. Параметр int в конце каждого вычисления позволяет получить именно целое значение бездробных. Далее в сенсоре идет список условий, которые собирают все эти значения. Например, если optime меньше одного, значит система только загрузилась и прошло менее минуты. Далее проверяется значение каждой из переменных, который выводит удобо читаемый результат. 45 дней, 21 час и 46 минуты работы без перезагрузки операционной системы. Давайте проверим конфигурацию и перезагрузимся, чтобы посмотреть на получившийся сенсор. К базовому сенсору последней загрузки добавился созданный нами, который показывает время беспрерывной работы сервера. Жалко прятать такую красоту, давайте выведем его в ловлейс. Итак, с загрузкой сервера разобрались. Давайте теперь сделаем такой сенсор для самого Home Assistant. Возвращаемся в наш файл систем и объявляем сенсор на платформе optime по имени онлайн. Он будет показывать время работы Home Assistant в минутах. Справившись с секундами в прошлом сенсоре, разобраться с минутами уже плевое дело. Логика аналогичная. Создаем кастомный сенсор с такими же условиями, только при делении учитываем то, что результат у нас в минутах. Сенсор онлайн уже показывает прошедшее время с момента загрузки, поэтому отнимать тут ничего не надо. А для удобства дальнейшего использования этого шаблона, я намеренно оставил деление на один, хотя математически это не имеет смысла. В остальном все так же. От минут отбрасываем все часы, от часов в сутки и составляем результат. Если хотите сначала проверить результат в редакторе шаблонов, то перед созданием этого шаблонного сенсора, нужно перезагрузиться, чтобы в системе появился сенсор онлайн. Я же этот шаг пропущу, так как проверял этот шаблон ранее. После перезагрузки проверяем результат. Сенсор онлайн показывает значение с сотыми долями минут, что неудобно, а наш сенсор будет раз в минуту обновлять значение в удобоваримом виде. Вынесем его в Lovelace. Давайте немного подождем и посмотрим, как он будет меняться. Итак, разминку для мозга закончили, давайте посмотрим, как поживает наш бэкап от ДО. Созданный снимок системы перешел в статус «Зарезервированный», это значит, что он сохранен и локальный на Google диске. Аддон также имеет собственный сенсор бэкапа, из атрибутов которого можно достать, например, дату последнего удачного создания и резервирования снимка, а также их количество локально и в облаке. Давайте создадим в папке сенсоров новый файл, назовем его, например, Google. Создадим три шаблонных сенсора, которые будут получать данные из атрибутов бэкапа. Выглядят они по-детски просто, сравнительно с зубодробительными онлайн-кастомами. Первый сенсор достает дату и время из атрибута «Последний снимок» и преобразовывает его в удобо читаемый формат. Все проверяется в редакторе шаблона. А второй и третий сенсоры, ну, просто простые, как угол дома. Количество снимков локально и в облаке. Но не ленимся проверять все в редакторе шаблона, все ли указано корректно. Перезагружаемся. Остается только проверить наши новые сенсоры. Кстати, их значения обновляются не моментально, а через несколько минут после перезагрузки. А также выводим их в ловло из, чтобы не нужно было каждый раз специально ходить на страницу аддона и проверять, все ли в порядке с резервным копированием. Итак, теперь нам не стоит беспокоиться за сохранность нашей системы и настроек, потому что свежий снимок системы всегда будет храниться на Google Диске. Кстати, не лишним будет сделать определенную подготовительную работу, особенно если вы используете карточку microSD. Создать еще одну карту с системой, сделать все действия, описанные в уроке номер 1 этой серии, развернуть операционку и поставить Hassio. Далее на него установить аддон, который мы рассмотрели в этом уроке. Все, больше ничего делать не надо. Эту карточку держать где-то в удобном месте. И если у вас произошел сбой, а с учетом microSD не если, а когда у вас произойдет сбой, вам достаточно будет установить эту карточку резервную в ваш одноплатник, где поднимется Hassio и аддон, несколько кликов мышки вытянуть и развернуть свежий бэкап системы. Таким образом, это минимизирует время простоя. На этом все. Надеюсь, информация в этом уроке была вам полезна и интересна. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях под этим видео. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok